В Рязань вернули останки бойца-красноармейца Василия Михеева для перезахоронения. Церемония прошла на территории кладбища села Перкино Спасского района Рязанской области. Сегодня трарный и торжественный день. Сегодня боец приехал на свою родину и обретет покой на этом кладбище. Уроженец Рязанской области Василий Михеев был единственным солдатом, которого смогли опознать в ходе поисковых мероприятий. Это оказалось возможным благодаря тому, что красноармейец подписал свои личные вещи. Раньше это считалось плохой приметой. В настоящее время в ходе поиска останков погибших солдат в Ленинградской области в районе города Шлиссельбург нашли останки красноармейцев. И опознан был только Василий Михеев. Вот собственно она и есть, эта фляга, на которой Василий написал свою фамилию и инициалы. Рядом гильза с тех мест, в которой находится земля с места его гибели. Передаю родственникам. Василий Михеев был одним из солдат так называемого Шлиссельбургского десанта, которым командовал тогда еще майор Василий Маргелов, создатель воздушно-десантных сил. В ночь с 27 на 28 ноября первый отдельный лыжный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота должен был прорвать блокаду врага в Южном Приладожье. В то утро обстановка была сложная, подмоги для наступления не было. Солдаты ринулись в атаку. Прорвав первую линию окопов неприятеля, маргеловцы продвинулись на юг примерно на километр, уничтожая дзоты, пулеметные гнезда и живую силу противника. После второй линии противник стал пулеметным и артогнем препятствовать дальнейшему продвижению лыжников. Советские солдаты понесли большие потери, самого Маргелова ранили. В итоге морской десант отступил. Из 903 человек здоровыми вернулись всего 202, ранеными 47. Василию Михееву на момент гибели было не больше 20 лет. Обнаружить его удалось только недавно. Для меня это волнительно сейчас говорить, но в первую очередь хочу сказать спасибо. И низкий поклон поисковому отряду «Уголек» в лице Ефрема Валентина и Александра Тихомирова, которые вернули нам память о нашем бойце и вернули Василия домой. Руководитель поисковой организации вручил родственникам погибшего медаль «Шагнувши в бессмертие», которые теперь будут храниться как память в семье советского солдата. При помощи Рязанской регионально-общественной организации по вековечению памяти погибших при защите Отечества поисковый отряд АК «Рязань» останки бойца были привезены из Ленинградской области в Рязань. Руководство и сотрудники следственного управления благодарят поисковиков за их важную и благородную миссию. Дело чести с почестями предать земли останки героических бойцов-красноармейцев, которые отдали свою жизнь за наше будущее. Присутствующие на церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Они возложили цветы на могилу краснофлотца. В его честь был дан троекратный оружейный салют.